Президент Украины сегодня в перерыве заседаний в Раде пригласил на Банкову лидеров парламентских фракций. Петр Порошенко сообщил о своей инициативе создать украинскую автокефальную поместную церковь и попросил у нардепов поддержки. Подробнее о разговоре на Банковой в нашем материале. В разгар рабочего дня между утренним и вечерним пленарными заседаниями лидеров фракций срочно вызывают к себе в администрацию президент. Для того, чтобы сообщить новость, в Украине может появиться собственная автокефальная поместная церковь. По словам Порошенко, такая инициатива возникла после его общения с Вселенским патриархом Варфоломеем во время визита в Турцию. И вот президент пригласил глав фракции с просьбой поддержать его предложение. Я, как президент, принял решение вернуться к Вселенского патриарха, к его всесвятности, с проханием о томе Томасу, украинской независимости, точнее поместной автокефальной церкви. Из приглашенных лидеров фракции против президентской инициативы выступил только лидер оппозиционного блока, Юрий Бойко. Мы категорически против подобного подхода. Наша фракция будет голосовать против принятия подобного постановления. Кроме того, мы подготовим альтернативное письмо к Вселенскому патриарху с тем, чтобы не было вмешательства в дела украинской канонической церкви. Дела церкви – это дела мирян. И политическая власть не имеет права ради пиара вмешиваться в эти процессы. Они сложные, они многовекторные, и люди сами должны решать, в какую церковь им ходить. Использовать это для политического пиара – это недопустимо. Идея создания автокефальной поместной церкви в Украине не нова. Десять лет назад ее на высший политический уровень вывел Виктор Ющенко. И об этом не единожды говорил с Вселенским патриархом Варфоломеем. И буквально только что появилась реакция на инициативу президента создать украинскую автокефальную поместную церковь со стороны представителя УПЦ. Вот что сказал замглавы отдела внешних церковных связей Николай Данилевич. Это не в церкви, а не в государстве. Неможливо делать, чтобы государство что-то делала без церкви. Поэтому это нужно, чтобы автокефалий прислали церкву. Потому что неправильно это делается с самого начала. Они строят, пытаются строить на том фундаменте, на котором строить невозможно. То есть они могут строить неправильный фундамент, неправильный, нерывный, и строительство завалится. Продолжение следует...